Приветствую всех зрителей Абхазского телевидения в эфире программа Пациент. Позади веселые шумные новогодние праздники. Закончились двухнедельные выходные и самое время возвращаться в рабочий режим во всех смыслах. А вот новогодние закуски, салаты с майонезом, алкоголь – все это не проходит бесследно для нашего организма. Как бы грустно это ни звучало, но после праздничного отдыха многих ждет расплата в виде пары лишних килограммов, отеков и высыпаний на коже. И если вы в числе тех, кто позволил себе в празднике много лишней и вредной еды, не отчаивайтесь. Все можно исправить, было бы желание. Как выйти из новогоднего зажора и вернуться в форму? Об этом мы сегодня и поговорим. Новогодние праздники – тяжелое испытание для организма. Немеренное употребление сладостей, включая огромное количество жирного, печеного и соленого, алкоголя, минимальный сон, для которого мы находим время только под утро. И многие другие причины являются настоящим стрессом даже для самого крепкого организма. Как долго мы ждем новогодних праздников и готовимся к ним, так же долго мы отходим от этого состояния ничего не делания. Мы провели мини-опрос на улицах Сухома, чтобы узнать, в каком режиме горожане отметили праздники. А что вы приготовили на Новый год? Что было на столе? У нас армянская семья, как всегда, салат оливье, голубцы. Долма, курочка жареная, ну, долма, да, курочка жареная, ну, всякое такое. А как вы восстанавливаетесь вот после новогодних праздников? На работу пришла, на работе восстанавливаемся, делаем разгрузочные дни. О, некогда спортом заниматься в наше время, не всегда есть время. Салаты, заливная рыба была, долма наша была, это обязательно армянская. Всё, огурцы, помидоры, курица жареная, мясо варёное, вот это. Ну, как вы считаете, это всё полезное? Не всё полезное. Лично мне нет. Мне вообще, чем меньше, тем лучше кушать. Но вы сдерживали себя на ногу? Нет, нет, моя хорошая, нет. Нет, водку пили, шампанское пили, друг друга поздравляли. Своему Абхазию желали мира, добра. Знаете, сколько мне лет? Сказать? Скажите, если вам... 82. Вы отлично выглядите. Спасибо. Острое я не употребляю. Спиртное исключается давно вообще по жизни. Ну, немного со здоровьем плоховато. Вот сейчас простыл, видимо. Купил пилюли, будем лечиться. Были времена, когда компании собираются, отмечали. А сейчас что? День прошёл, лишь бы ничего не болело, и слава богу, полосок. Например, начиная с мяса, продуктов и всё такое дальше. Всё было очень вкусно, приятно. Сегодня делаем у дочки день рождения, да. Приходите, попробуйте тоже. Вы считаете, эти две недели не нанесли вашему организму вреду? Честно говоря, нет. Как обычно, всё обязательно салат оливье, ну и по абхазским традициям, мула, мясо, томачо, перцы и так далее. Ну, скажи, вот когда ты готовишь еду, ты думаешь, вредная еда для здоровья или не вредная? Ты как-то сортируешь это? Ну, да, судя по моей профессии, второе, я уже понимаю разницу в правильном питании, неправильном, что полезно, что нет. Но в семье мы все разные и питаемся по-разному, поэтому приходится готовить что-то такое общее. Ну, как ты думаешь, вот две недели нанесли урон на праздничную студию? Да, я периодически стою на весы, у меня уже плюс три. И есть решение для этого. Ну, как ты собираешься с этим? Ну, я работаю в компании, но у меня есть много продукции, которая мне помогает в похудении, поэтому я сильно не парюсь. Ачапа, мамалыга, хачапурса, цеви, курица. И как вы собираетесь прийти в форму, сбросить? Не знаю, я очень много двигаюсь, я думаю, что я и так сброшу. У меня просто трое детей, так что я постоянно двигаюсь. Все, что есть в этот праздник, ничего не полезно, это много. Когда много, это не очень полезно. Человек, когда пьет, он никогда не знает, на что он похож потом. Он не понимает это. Это не по мне. Я в армии был, пил, не хватило. Все. И даже бокал шампанского не подняли? Шампанское вообще не перевариваю. Это гадость. Я похож на тот, кто спотом занимается. Честно говоря, не так. У меня организм все перебаривает. Что было у вас на новогоднем столе? Ну, из полезной еды что было? А, из полезной? Ну, наверное, если соленые огурцы считать, горошек там. Ну, салаты такие тоже были, да, в принципе. А спиртное вы употребляли? Нет, я не пьющий, не курящий. Так что я против. Я не сторонник совсем, чтобы, ну, кушать все, что полезно. Вы знаете, можно иногда и себя побаловать обязательно. Почему нет? Ходить обязательно. Мы ходим. Ну, я там, друзья мои, конечно, мы ходим. Практически в каждой семье в Абхазии предпочитают блюда собственного приготовления. Меню включают в себя как национальную абхазскую кухню, так и европейскую. Отдельно сами по себе блюда не вредны. Опасны тогда, когда их смешивают и запивают алкоголем. Порой наш организм просто не может справиться с количеством сложностей, возложенных на него, и может дать сбой. Вы знаете, все дело в том, что если мы расскажем о АЧП, о РОШИХ, мясо, курице и так далее, в целом это применимый комплект, это вполне зожные продукты, да, если нет заболеваний ЖКТ в стадии обострения, естественно, орех исключается на этот определенный период. Но когда вот к этому комплекту присоединяется оливье, скажу, это многокомпонентное блюдо, это высококрахмалистые, там, морковь, картошка, горошек, все это майонез, колбаса и так далее. Это все заливается всевозможными сладкими напитками, плюс дополнительно выпечка, плюс алкоголь, и все это в комплексе получается не очень зожная история. Если мы не берем, да, в расчет людей с заболеваниями ЖКТ, да, в целом, если это не переходит в длительные какие-то такие каникулы, да, где мы едим, 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 можно иногда, скажем так, нарушить, но вы должны понимать, что если вам дискомфортно, то, значит, ваш организм реагирует на эти излишества, скажем так. Обратят все внимание, потому что дискомфорт всегда ощутим, всегда. Известно, что организм человека, употребляющего спиртные напитки, изнашивается в несколько раз быстрее, чем организм здорового, не пьющего. Спиртные напитки влияют абсолютно на все системы и органы без исключения, ослабляют иммунитет, приводят к частым заболеваниям. И даже выпитые за праздничным столом несколько рюмок водки не проходят бесследно. Научно доказано, что 100 граммов водки убивает 8 тысяч мозговых клеток. В результате мозг становится меньше в объеме, на нем появляются рубцы и язвочки. Не исключено также и кровоизлияние. Кстати, мало кто задумывается, почему после пьянки болит голова, и что происходит в организме в этот момент. Так вот, головная боль – это следствие влияния алкоголя на нейроны мозга, и последовательная реакция отравленных тканей организма. Другая причина, по которой формируются болевые ощущения – это интоксикация продуктами распада этанола. Один из самых опасных – ацетальдегид, обладающий особо ядовитыми свойствами. Вот почему человек испытывает похмелье и головную боль после принятия алкоголя, хотя ученые допускают несколько бокалов красного вина в неделю. Ресвератрол, который есть в красном вине, он полезен. Это антиоксидант. Но мы можем получить этот ресвератрол не только из вина. Все-таки алкоголь – это нейротоксин. Что это такое? Это токсин, условно, я для вашего мозга, к сожалению. Плюс, естественно, алкоголь метаболизируется, условно, он должен организм ваш покинуть. И все это, естественно, проходит, то есть, работает усиленно ваша печень. Да. Плюс, алкоголь истощает все запасы по витаминам. Дополнительно. И для каждого организма здесь все индивидуально. Не всем алкоголь подходит. Но если мы не берем исключения, в целом бокал вина, но не каждый день. Раз в неделю, допустим. Так как вернуться грамотно в свою обычную форму и привести организм в порядок? Для этого необходимо сделать несколько несложных действий. В первую очередь нормализовать питание. Правильным будет постепенное снижение калорийности пищи, что позволит плавно убрать лишний вес. Необходимо заменить жиры и углевод белком. Он помогает сжигать калории. Также надо ввести в рацион кашу и супы. Самый лучший способ – умеренность в еде и питье. Как правило, все вот эти вот набранные килограммы, половина из этого объема – это жидкость. Это отек. За счет того, что в вашем рационе присутствовало огромное количество углеводов. Углеводы задерживают жидкость. Углеводы – это что? Это вся выпечка, пирожные, эклеры, торты. То есть все мучное. То есть легкие углеводы, да? Углеводы, да, да, да. Легкоусвояемые, скажем так, да. И что необходимо сделать? Вы не должны голодать. Я всегда всем рассказываю. Не нужно уходить в голодовки. Не нужно вычитывать какие-то диеты по типу, извините, такого освенцума, да, где там один рис или какая-то гречка. Вы просто возвращаетесь к вашему привычному рациону. Убираете, естественно, сладкое выпечку и добавляете адекватный питьевой режим. Все. Как правило, проходит определенное количество времени, и вы возвращаетесь в привычный вес. Другой эффективный способ – заняться спортом. Заставьте свое тело прийти в тонус после суток лежания на диване. Отправляйтесь в бассейн на пробежку или просто гуляйте на свежем воздухе продолжительное время. Восстановить силы поможет именно активность, а не продолжение бездействия. Вообще мы открыты с 4 января, то есть у нас не такие затяжные праздники, и с 4 января у нас уже большой поток людей. То есть у нас зал не пустует. В январе очень много людей, потому что есть запрос на то, чтобы, ну так скажем, скинуть набранные за новогодние праздники килограммы. Поэтому, да, людей в зале сейчас много. У нас много и девочек, и парней, но чаще всего девочки приходят с запросом, надо скинуть лишние килограммы. Парни, как обычно, убрать живот и чуть-чуть подкачаться. То есть немного разные запросы, но в принципе направление одно – снизить вес. Сложность заключается в том, что нельзя за неделю скинуть там набранное. То есть то, что вы за неделю набрали, можно за неделю скинуть. Но обычно лишний вес, он накапливается не за новогодние праздники. Просто в новогодние мы еще чуть докидываем, а потом все, вот сейчас за две недели я пойду в зал, и все, что набралось за многие годы, я скину. Так это не работает. В зал нужно походить хотя бы полгода-год, и за питанием следить тоже нужно всю жизнь, а не после новогодних праздников, две недели. В общем, это очень сложный и длительный процесс. Просто человеку проще думать, что можно быстро скинуть, быстро набрать, быстро скинуть, и вот так до бесконечности. Вообще, по наблюдениям работников фитнес-индустрии, последние пять лет все больше и больше людей начали посещать залы и заботиться о своем теле. Иногда это носит сезонный характер. То есть, после новогодних праздников и в канун лета число желающих посетить фитнес-зал резко увеличивается. А вот осенью и весной их не так много. И тем не менее, людей, заботящихся о себе, гораздо больше, чем несколько лет назад. К нам приходит очень много школьников. Школьников, студентов. И это очень классная тенденция, потому что, когда мы пять лет назад открывались здесь, в новом районе, было ощущение, что молодежь интересуется, мягко говоря, не интересуется спортом. И когда мы спустя пять лет наблюдаем тренд, что к нам приходится больше и больше молодежи, это не может не радовать. То есть, мы не можем это сделать на государственном уровне, но вот на том уровне, на котором мы находимся, мы это делаем. И от этого нам очень... То есть, мы... Это не просто бизнес, это не просто предпринимательство, это еще и какой-то вклад в здоровье нации, как вы сказали. Это сейчас звучит страшно, всю жизнь спорт и питание. То есть, человек, который не привержен к этому, ему кажется, что это что-то невообразимое, нужно страдать и всю жизнь отказываться от чего-то и убиваться в зале. На самом деле, это, если прям в цифрах взять, это три часа в неделю. Я думаю, что каждый второй три часа в неделю проводит спокойно в Инстаграме, в ТикТоке вообще без проблем. Три часа в неделю посвятить тому, чтобы ходить в зал и там пару часов в день на то, чтобы выстроить свой распорядок дня, знать, что ты ешь, знать, что ты будешь есть завтра и позаботиться о своем здоровье, о своем теле. Именно тренажерный зал напрямую на снижение веса не влияет, но есть очень сильная привязка психологическая. Когда человек тренируется, у него есть ощущение, что если я трачу время, силы, деньги в зале, то, значит, нужно и за питанием тоже своим последить, с ним тоже нужно быть поосторожнее, потому что жалко, я там убиваюсь, а потом прихожу домой, съедаю все и все сходит на ноль. Поэтому человек, который тренируется, он и за питанием в том числе тоже следит. Поэтому да, это очень полезно с точки зрения того, чтобы выйти из этого двухнедельного зажора, потому что я знаю ситуации, когда эти праздники могут длиться и месяц. И до Пасхи тоже дотянуться прямо, если хорошо постараться. Мы вообще привыкли думать про то, что спорт, фитнес – это больше про подтянутое тело, про внешний вид, но это однозначно про здоровье. Человек, который занимается спортом, есть много научных данных. Человек, который занимается спортом, продлевает себе жизнь. Изучением продуктов питания и их влияние на организм человека занимается нутрициология. Наука на стыке биохимии, диетологии и гигиены питания. А нутрициолог – специалист по правильному питанию. Он изучает свойства продуктов, помогает с формированием правильного сбалансированного рациона, составляет продуктовые корзины и индивидуальные программы питания, рассчитывает суточную норму калорий, белков, жиров и углеводов. Эта профессия появилась давно, а модной она стала недавно. У нас в Абхазии тоже есть специалисты-нутрициологи. То есть я училась в университете государственном. Это не курсы, скажу так. Это очень объемно, это очень интересно. И это очень поможет вам сохранить вашу молодость и красоту. Потому что питание – то, что происходит ежедневно. Завтраки, обеды, ужины. И вы должны понимать, что если вы не задумываетесь о том, что вы едите, к сожалению, ничего позитивного не произойдет. Рано или поздно организм даст сбой. У всех это происходит по-разному и в разный период. Но даже ваш внешний вид напрямую зависит от рациона вашего. К сожалению. Потому что высыпание на кожу, отечность, какая-то пастозность, кожа какая-то с воспалениями, с шелушениями – это все признаки нездоровья. А начинается все с того, что вы входите в дефициты. А вы их получаете, потому что вы едите неправильно. Все, здесь уже получается замкнутый круг. Но если вы вошли в дефициты, скомпенсировать рационом уже не получится. Потому что невозможно столько уже наесть. Это ваши длительные промахи в питании. Они компенсируются нутрицептиками, препаратами на определенный небольшой интервал. А потом уже вы возвращаетесь к вашему рациону, обдумав его, где я вам там расскажу, что есть, для того, чтобы не возникало подобных проблем. За помощью к нутрициологу обращаются, чтобы улучшить пищевое поведение, перейти на сбалансированный, но при этом вкусный рацион питания, восстановить дефицит витаминов и минеральных веществ в организме, рассчитать суточную норму КБЖУ и узнать, как готовить продукты, чтобы сохранить максимум пользы. А чопа с майонезом и мамалыга с манкой – это две мои боли. Я буду говорить везде, на всех интервью, прекращайте это делать. Вы просто убиваете всю пищевую. То есть это, понимаете, как вы, добавляя майонез в ачипа, вы перечеркиваете все полезные свойства, скажем так, продукта. Ничем, обычно. А мамалыга, манка, это обои можно поклеить? Да, все дело в том, что вы увеличиваете этим самым калорийность. А я скажу в свою очередь, что мамалыга – это высококалорийный продукт. Это очень полезный, но вы увеличиваете этим самым калорийность. Используя крупу, обычно варите, как наши предки делали. Говорят, то, что мы едим, определяет не только нашу внешность, но и здоровье. А от него зависит все остальное, включая активность, эмоциональное состояние и даже продолжительность жизни. Поэтому, если кто-то откладывал до лучших времен начать правильное питание и заняться физическими нагрузками, это время пришло. Настала пора быть хозяином своего здоровья и самочувствия. Дорогие телезрители, помните, что ваше здоровье в ваших руках. Ежедневно вы завтракаете, обедаете, ужинаете и выбираете. Я вам рекомендую выбирать здоровье. В случае, если вы заметили у себя всевозможные проявления, такие как избыточный вес, выпадение волос, пастозность, отечность, астению, усталость и так далее, обращайтесь к специалистам для того, чтобы не затянуть эти все процессы. Потому что организм ежедневно вам сигналит. И наша задача распознать эти проявления и направить вас в нужное русло. Всем отличного настроения. У многих есть ощущение, что я очень часто такие сообщения получаю. Мне неудобно прийти, я буду тренироваться, все будут на меня смотреть. Такие, блин, она что-то неправильно делает, она жирная, она толстая. Никому нет до вас дела. Как бы это грубо ни звучало, в тренажерном зале все занимаются своим делом. И никто ни на кого не смотрит. Поэтому, если вы все-таки заботитесь о своем здоровье и уже много лет откладываете, мне кажется, прямо сейчас очень хороший знак, чтобы наконец-то записаться к нам в тренажерный зал. Согласно восточному календарю, 2024 год пройдет под знаком таинственного существа – деревянного дракона. Восточные звездочеты говорят, это мифическое животное обещает много эмоциональных событий и стрессовых ситуаций. Поэтому желаю всем здоровья, стойкости духа и гармонии с окружающим миром. Берегите себя. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»